Заканчиваем с вами говорить, наконец, о ведении логов. Нам нужно по LPI упомянуть syslog.ng, такую систему логирования. Опять же, только упомянуть, ее настаивать очень интересно, но это не ставит у нас в качестве задачи по LPI, я поэтому просто вам расскажу конфигурацию и побросаю важных ссылок, потому что эта штука крутая, на ней нужно знать, но настраивать ее, тема отдельных нескольких уроков, может быть, в практическом листе когда-нибудь рассмотрим. Итак, syslog.ng – это одна из реализаций нашего протокола syslog, который используется для ведения логов. Но при этом он сильно отличается от оригинального syslog, точно так же, как отличается Journal-T, точно так же, как отличается rsyslog. В принципе, у него куча вариантов фильтра логов, конфигураций различных, много интересных функций. По сути, это очень интересное отдельное такое развитие системы логов. Он, например, может собирать до 650 тысяч системных событий в секунду из огромного количества источников, из тысяч, как они утверждают. То есть он вообще предназначен как централизированный сервер сбора логов в вашей локальной сети, но может работать и как локальная система логирования, тоже без проблем. Значит, развитием его занимается компания Balabit IT Security. Я не стал заморачиваться прямо с их сайта, взял вот эту вот картиночку. Вам ссылку обязательно брошу. У них есть три решения. У них есть open-source решения, которые вы можете спокойно использовать сами. У них есть premium edition, в котором есть шифрование, подпись логов. Можно устанавливать клиент и серверную часть на винду. Можно делать все, что угодно. Работать с куэлем и так далее. Плюс у них есть еще отдельное издание Storebox. То есть это целое отдельное устройство, которое используется для журнализирования событий. На самом деле многие линуксовые компании сейчас занимаются тем, что производят свою аппаратную часть, так как у нас сам Linux все-таки open-source распространяется в принципе бесплатно, за исключением некоторых интересных серверных версий. Поэтому, чтобы заработать, как-то по-разному извращаются. Кто-то выпускает керрио линуксовый, который продают за деньги, потому что там ведро линуксовое, но очень много интересных опций, которые очень хорошо работают. Кто-то выпускает вот такие вот железочки. В частности, вот это их Storebox, который используется как центральный сервер логирования, их железо. Я вам предлагаю перейти в Ubuntu и просто на ней попробовать. Ubuntu, как и многие дистрибутивы, линукс сегодня у нас использует кентеризацию в стиле SystemD, и поэтому используют журнал Control, о котором мы с вами уже говорили. В принципе, C-Slock NG, я уже говорил, делает то же самое, что и JournalDip, JournalControl. Мы можем его здесь установить параллельно, но единственное, что нам нужно будет делать, если бы мы решили делать действительно такую штуку, как конфигурация C-Slock NG на реальную Ubuntu, нам нужно будет сказать JournalControl, чтобы он пересылал все сообщения в C-Slock NG. Полностью удалить JournalControl мы не можем, потому что это важная часть самой системы интеллизации SystemD. Мы сейчас так сильно заворачиваться не будем, просто скажем, что мы хотим установить рядом с JournalControl наш C-Slock NG. Пропишем Install, C-Slock NG, и вот он сколько-то там весит, мы сейчас его установим. Единственное, что нас сегодня интересует в нем, это его файл конфигурации. Файл конфигурации, мы сейчас сразу его откроем, SuperUserV. Давайте я сейчас быстренько в фоне нам установлю Vim, чтобы у нас был красиво виден синтаксис. Install, Vim. И будем уже смотреть при помощи Vim, чтобы у нас красивая была подсветка синтаксиса. ETC, в папочке C-Slock NG, у нас лежит его файл конфигурации, C-Slock NG. Он очень, в принципе, понятный, там все ясно, разбит на несколько секций. Значит, наверху у нас заводятся некие опции, нам опять же не нужно о них знать, нам просто LP говорит о том, что нужно знать о том, что есть такой C-Slock NG, а как он работает не обязательно, но мы так немножко посмотрим. Значит, наверху у нас определяются Сурсы, источники, то есть откуда он у нас забирает сообщение. По умолчанию он вот здесь вот настроен так, чтобы забирать пакеты с локальной машины, поэтому он забирает все системные внутренние сообщения. Если мы бы захотели принимать сообщения какие-то по сети, нам нужно было бы раскомментировать нижние строчки. Например, вы видите, вот здесь вот можно указать, по какому своему IP-шнику, по какой сетевой карточке, по какому порту он все слушает. По умолчанию, по-моему, я не буду это утверждать наверняка, он слушает порт 514, но здесь вот видите по умолчанию почему-то стоит порт 1000. Мы здесь можем указать прослушку и по UDP, и по TCP, и как угодно. То есть здесь мы, по идее, должны указать, мы можем указать вообще не указывать конкретных никаких IP-шников и портов, просто сказать SOURCE, S нижнее подчеркивание, например, NET, и фигурно в скобочках просто UDP, например, написать. И он тогда будет прослушивать по протоколам USB все вот эти вот посылаемые ему логи. Но я не буду утверждать, потому что он развивается очень быстро, может быть сейчас какие-то опции другие добавились, раньше было так. Значит, далее мы определяем назначение, мы определяем в каких хранилищах, логах у нас что будет храниться. То есть по умолчанию у нас здесь, вы видите, определяются назначения D, нижнее подчеркивание, AUS, D, нижнее подчеркивание, CRON, и он показывает то, что он вот этими назначениями являются вот эти вот файлы. Кроме того, он создает еще парочку дополнительных назначений, таких под назначениями. То есть, вы видите, у него есть DMAIL, DESTINATION MAIL, который будет лежать в папке var.log mail.log файлик, и есть mail.info, например, назначение, будет лежать тоже в папке var.log, но он называться будет уже mail.info. То есть он создает еще несколько назначений, например, информация почтовая, предупреждения почтовые, ошибки почтовые. То есть это просто назначения, это просто те переменные, которые будут использоваться дальше в его конфигурации, и они ведут в определенные наши файлы. Точно так же, видите, создает назначения для системы INN. Система INN, кстати, это пакет программ для построения почтового сервера новостей в локальной сети. У нас он редко используется, я не знаю, в России, чтобы кто-то реализовывал такой сервер в своей локалке, но если что, знаете, есть такой, работает по протоколу NNTP. Ну, в общем-то, вот они назначения у него определились. Затем дальше внизу у нас появляются фильтры. Это уже интересная возможность Syslog.ng. Мы здесь можем сказать, как мы будем фильтровать сообщения. Например, у него есть встроенные фильтры, например, вот фильтр Debug, который говорит просто то, что этот фильтр будет отслеживать уровень сообщения от ладка. Точно так же уровень сообщения информационного, уровень сообщения уведомительного и так далее. Помните, у нас был слайд с вами, я показывал то, что в Linux у нас с вами сколько различных видов сообщений, в отличие от Windows. И вот именно это те уровни сообщений, о которых мы говорим. Кроме того, вы видите, здесь тоже есть некоторое расширение. Например, у него есть FR, который будет отслеживать только ошибки, а есть FR, который будет отслеживать сообщения от ошибки до экстренной ситуации, то есть ошибка и выше. Об этом мы тоже говорили пару занятий назад, то что когда мы хотим отслеживать ошибку, мы, скорее всего, хотим отслеживать еще и все, что круче, чем ошибка. То есть он создал еще, вот видите, здесь несколько фильтров. Но опять же затем в конфигурации в дальнейшем можем обращаться к этим фильтрам. Вот куча-куча различных фильтров, синтаксис, в принципе, понятия. Мы можем здесь задавать, кстати, кучу фильтров не только, вот как здесь указано по виду события. Мы можем здесь, например, указывать фильтры по совпадению, например, с каким-то регулярным выражением. Например, мы можем сказать фильтр по хосту таком-то. Если мы настраиваем его как сетевой демон, тогда у нас все, допустим, сообщения, которые валятся от такого-то айпишника, могут отфильтровываться именно по этому критерию. То есть у нас фильтр может с вами определять по приоритету ошибки, то есть по уровню ошибки, может по программе, которая генерирует сообщение, может по имени узла, а может просто вообще с любым набором символов. То есть если мы хотим получать, допустим, все сообщения, в которых есть слово «внимание», мы их можем вот таким образом фильтровать. То есть гибкая возможность фильтрации. Это наши фильтры. И последнее, что он у нас делает, это «LogPath», «UtLog». То есть тут именно настраивается у нас уже непосредственно логирование. То есть вот у нас есть с вами источник, заданный в первой части конфигурационного файла, допустим, вот локами наш источник. Все, что попадает в этот источник и относится к фильтру «F-Auth», который тоже задан у нас вот где-то здесь выше, вот он, будет складываться в назначение «D-Auth». То есть вот в конце у нас из тех трех видов переменных, которые мы задавали, источник, фильтр, назначение формируется как раз-таки «Log». То есть штука, безусловно, очень удобная и очень полезная именно в локальной сети. И в конце у нас появляется вот такая штука, такая строчка «Включить все файлы конфигурации из папочки «ETC», «SyslogNG», «ConvD». Я не уверен, по-моему, эта папочка пустая. Давайте глянем. «CD», «ETC», «SyslogNG». Как она там называлась? «ConvD», по-моему. «ConvD». Лист. Да, в ней ничего нет. Ну, тут точно так же, как в других демонах логирования. Например, мы можем здесь создавать какие-то свои отдельные настройки для нашего демона «SyslogNG». Для чего это может пригодиться? Например, вы в какой-нибудь компании, которую вы админете, создали отдельный файл конфигурации для отслеживания, скажем, почтовых сообщений и хотите в другую компанию точно такой же фильтр перекинуть. Вам не нужно целиком весь файл конфигурации переписывать, скопировать, вставлять. Вы просто берете вот этот вот файл конфигурации отдельно почтовой системы, которая лежит вот в этой папочке и перекидываете в другую организацию, таким образом не меняя ее оригинальный файл конфигурации «SyslogNG». То есть, ну мы об этом уже тоже говорили. Можно ковыряться в огромном теле целиком нашего демона логирования, но бывает корректнее вот эти отдельные модули записи логов хранить вот в этой папочке отдельной для конфигурации. Похолодало, у меня надел капюшон. Значит, я очень сильно не люблю, вы знаете, когда у нас мало практики и много болтовни, но вот «SyslogNG» — это именно то, о чем они просят нас просто знать. Поэтому, чтобы, если вы вдруг захотите у себя его понастраивать в локалке, я вам покидаю ссылок сейчас к видео. Есть, например, очень хорошая ссылка, как товарищ настраивает логирование модемов в своей локальной сети, маршрутизаторы и так далее. То есть, подводим «едлог». Итог. «SyslogNG» — это у нас прекрасный демон логирования, идет как взамен стандартного демон логирования «Syslog», который, в принципе, во всех дистрибутивах уже, скорее всего, на что-то заменен. Но он именно оптимизирован под сбор логов из всей вашей локальной сети. Мы с вами рассмотрели конфигурацию базового, я сказал, что можно его еще заставить прослушивать логи по его айпишникам, по его портам. Вам главное теперь на всех тех устройствах, которые вы хотите прослушивать, указать, чтобы они отправляли логи на этот айпишник. Опять же, по ссылкам, которые я сейчас в описании видео добавлю, вы это все сможете увидеть и посмотреть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!